Как сохранить комнатную гортензию зимой? Гортензия крупнолистовая – это популярное комнатное растение, по красоте своей ни в чем не уступающее своей садовой родственнице. За домашней разновидностью этого цветка значительно проще ухаживать, но и здесь имеются свои нюансы, особенно касающиеся холодного времени года. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий. А мы продолжаем. Комнатная гортензия является листопадным растением, поэтому ей характерно сбрасывание листьев перед периодом своего покоя. Данное явление происходит один раз в год, до наступления сильных холодов. Для того, чтобы она благополучно пережила спячку и отблагодарила в следующем году своих владельцев обильным и длительным цветением, ей требуется обеспечить ряд необходимых условий. Подготовку к зиме нужно начинать уже с осени. Она включает в себя внесение некоторых изменений в уходе за растением. Перед наступлением холодного времени постепенными темпами сокращается интенсивность полива гортензий, прекращаются подкормки. Период покоя начинается вскоре после окончания цветения и длится примерно два или три месяца. Когда гортензия цветет, растения подрезают и перемещают в прохладное и сухое помещение. Она не требовательна к свету. Но это растение чувствительно к попаданию прямых лучей солнца, поэтому данный фактор сразу же необходимо устранять. Гортензия хорошо может расти в полутене, а в зимнее время года легкое затемнение ей просто необходимо для полноценного отдыха и набора сил к предстоящему цветению. В режиме покоя освещение для этого цветка не имеет существенного значения. Комнатная гортензия предпочитает прохладу. Если в теплое время года ее рекомендуется содержать при температуре от 15 до 22 градусов и при этом беречь от резких перепадов температурного режима и сквозняков, то зимой она прекрасно себя будет чувствовать от 5 до плюс 9 градусов. Оптимальное место для содержания зимой – это сухие и проветриваемые подвальные и полуподвальные помещения. В квартиру или в дом, на привычное место, гортензия рекомендуется переносить в конце зимы или начале весны, это февраль или март, когда у растения начнут прорастать почки. Температура в помещении, где ставится цветок после зимовки, не должна быть слишком высокой, в противном случае она может ответить сбрасыванием своих листьев. Как было сказано ранее, подготовка гортензии к зимовке начинается с сокращения полива. Во время спячки гортензия должна получать минимум влаги. Поливать растения следует изредка и то лишь с целью профилактики пересыхания земляной смеси в горшке. Если она на зиму перемещена в подвал, потребность ее в получении влаги существенно снижается, поэтому полив в это время можно и вовсе прекратить. В зимнее время, при нахождении в режиме покоя, гортензию нужно стараться беспокоить по минимуму и максимально сократить всевозможные манипуляции по уходу и содержанию. Если растение содержится в квартире, ему требуется обеспечить прохладный температурный режим, редкое увлажнение, по мере высыхания поверхности грунта. Важные для данного растения процедуры пересадка и обрезка зимой не проводится. Отдельное время им уделить необходимо осенью или весной. Подкармливать гортензию зимой нельзя. Гортензия – это растение неприхотливое, но ее цветение зрелищное и великолепное. Чтобы она после долгой зимы смогла дать жизнь новым цветкам, необходимо обеспечить ей оптимальные условия. Они не потребуют каких-либо специальных знаний и большого цветоводческого опыта, а красавица гортензия обязательно отблагодарит пышными шарами прекрасных соцветий. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарий. До новых встреч!